Все возвращается на круги свое. Лет 20 с гаком назад. В своих первых классах я был ребенком очень живым, умным и веселым. Одна беда. Вечные круги под глазами и периодическое зависание с симптомом вечного недосыпа. Спать дома было невозможно. Пьяные дедовые скандалы, маминой нотации, мрачные подколки и периодическая побудка среди ночи или очень рано утром, когда я мог еще часа полтора поспать. Просто прикола ради. Но даже когда я засыпал, о, когда я засыпал, я просил, чтобы мне оставляли включенную ночную лампу. Потому что нормально заснуть в темноте я не мог. Топот по квартире. Много-много маленьких-маленьких детских почти ножек. То в кухне, то ближе в коридоре в ванной, где одна из стен так облупилась, что там было противно и стремно мыться. То еще ближе. В проходной большой комнате, где похрапывал уставший, а потому совершенно непробуждаемый отец. И чутко подскакивая на всевозможные и невозможные шорохи, спала мама. Она тоже слышала их. И бабушка, которая была мне и второй матерью, и бесплатной няней, тоже слышала. Слышал даже вечно пьяный дед. Шаги. Маленькие-маленькие ножки. Иногда только левая. Иногда только правая. Они снились мне. Ножки до пояса, а выше ничего. Ножки, которые могли догнать тебя, коснуться и... Вполне вероятно, что тогда от меня осталась бы какая-то одна часть тела. Вполне разумная. Вряд ли, правда, при этом это был бы я. Мне снилось, что ножки добегают до мамы, и от нее остается один скелет. Но все равно. Она и ее вечные диеты, и странный здоровый образ жизни. Или до отца. И от него остается одна только ревучая помедвежья голова в бумажном пакете. Он меня как-то пугал этим, когда мне было лет пять. Бегал за мной походочкой зомби с пакетом на голове. И страшно ревел. Или до деда. И от него остается огромная лужа. Разумная молекула, которая может тебя заспиртовать, сжечь, утопить, задушить. Или просто усыпить непонятно для каких целей. Иногда ножки касались моих игрушек, оставленных в других комнатах. И тогда игрушки оживали. Те, что были подобрее, просто убегали от меня. Те же, над ней, чьих янтарный глаз стоялось звериное, наоборот гонялись за мной. Чтоб своими мягкими лапами разорвать мне брюхо и нажаться моих кишок. Бабушка защищала меня от кошмарных снов. Всегда. Умер мой дед, как и ожидаемо от болезней, сопутствующих пьянству. Умер отец. Сгорел, что называется, на работе. Труженик интеллектуального труда. Умерла бабушка. Ее съел рак. И последний месяц ее жизни полнился криками и безумием. Мы с матерью одни остались. В разных крыльях дома живем. Но вот сегодня я не могу спать. Из ее комнаты, из длинного узкого коридора, ведущего к ней, раздается периодически веселый топ от детских ножек. Ребята, мне жутко. Я не могу спать. Я запараноил. Запер дверь. Сижу и пью чай. Пить хочется. А ведь вода скоро закончится.